Надо что-то менять. Сосед снизу сменил машину. Вот и я решил купить себе новые штаны. Третьи джинсы вполне разнообразят мой гардероб. Сменил стиральный порошок. Теперь в жаркий день сквозь запах пота протискивается не морозная свежесть, а аромат ромашек. Сменил футбольную команду, за которую болею. В Никарагуа сменился президент. И, наконец, я решил сменить гнев на милость и уделить внимание дамам. Ну что они все? Без меня, да без меня. Извелись ведь совсем. Пожалеть их надо. Сегодня я в хорошем настроении, поэтому рассмотрю каждую кандидатуру. Наливаю себе чайку, жму поиск. Присутствующее на сайте. Первое в списке. Леночка. Сколько, сколько? 19 лет? Хм, почему? Захожу на страницу, осматриваюсь. На двух десятках фотографий, снятых на телефон, пол лица Леночки, зато в полный рост, полосатый в разных позах, с разной физиономией и, как видно, вполне довольной жизнью, котег. Информация о Леночке исчерпывающая. С парнем. Поскольку это я и претендентка молода, то решаю быть современным и креативным. Побольше восклицательных знаков, поменьше запятых и причастных оборотов. И успех обеспечен. Пишу. Привет, Леночка. Восклицательный знак. Ты прикольная. Три восклицательных знака. И котега тоже. Один восклицательный знак. Любишь его, наверное? Вопросительный знак. Слушай, а залей фотку топлис. Хочу глянуть, какая ты. Точка. Через минуту получаю ответ. Ты чё, дурак? Многоточие. Какой котег? Троеточие. На фотках я? Многоточие. Чё за топлис? Троеточие. Самостоятельно расставив знаки припинания, понимаю, что подкат не засчитан. Потому что, наверное, надо писать на понятном собеседнице языке. Пишу. Ну, топлис, тире. Это типа ты без майки? Троеточие. Вообще без неё. Многоточие. Это круто. Троеточие. Тут у всех такие есть. Чё, скинешь вопросительный знак? Не. Многоточие. Вообще-то это страница сестры. Троеточие. Я тут отвечаю только. Многоточие. На фотках она. Троеточие. Она на сессии. Многоточие. Видать, наткнулся на семейный подряд. Пока одна сестрёнка учится, вторая взяла на себя все тяготы общения и ответственность за подбор кандидатов. Не доедает, наверное. Себя не жалеет. Пересматриваю фото. Нет. Ну, лучше не надо топлиса. Там всё равно ничего нет. Ну, думаю, пожалеть её надо. Ладно. Пишу. Ты сходи поешь чё-нибудь. Троеточие. У Катега вон топлис. Больше, чем у тебя, многоточие. Сестрёнке, привет. Троеточие. После её ответа мой чёрный список пополнился. Дальше. Поиск. Мисс Очарование. Сколько-сколько? Тридцать четыре. Хм. Нормально. Потяну. Полчаса потратил, пока прочитал её анкету. Больным, хромым, ниже метр восемьдесят и дармоедом не писать. На фотках розы. Розовые розы на фоне белой блузки, красные розы на фоне строгого синего пиджака и юбки, белые розы на полосатой майке, килограмм Эйвен. То, что в майке внушает оптимизм. Потому облажаться никак нельзя. Пишу. Привет, мисс Троеточие. Прикольная майка, многоточие. Да и ты, очаровашка, Троеточие. Давай сегодня вечерком встретимся, многоточие. Тишина. В списке посетителей моей страницы появляется сама мисс Очарование. И я с ужасом понимаю, что она, прежде чем мне ответить, решила прочитать мою анкету. А в анкете чего только нет. От списка ингредиентов, которые обязательно должны присутствовать в моём борще, до предложения автомобильных запчастей со скидкой. А на фото я в рваных труселях на рыбалке с огромной рыбой, которую поймал мой напарник. Через полчаса получаю завуалированное согласие. С мутаками не общаюсь. Ага! Я ей понравился! Это явный намёк на то, что до этого дня мисс Очарование встречались только экземпляры, не способные оценить её красоту и душевную гармонию, что она соскучилась по душевной теплоте и стасковалась по нежности. Ооо, как я её понимаю. Понимаю. Надо пожалеть милашку и сводить в кафешку подороже. Но пожалеть не удалось. При попытке уточнить время свидания, я обнаружил себя в её чёрном списке. Разумеется, по ошибке. И мысли быть не может, чтобы я кому-нибудь не понравился. Дальше. Поиск предложил моему вниманию очередную кандидатку. Мария Ксенофонтовна. 56 лет. Не, не потяну. Но напишу ради интереса. Слегка на два десятка лет не дотягиваю до возрастного ценза. Фото одно. За столом у окна сидит пожилая женщина. Взгляд внимательный, спокойный. Рядом на столе большущий каравай на подносе. В таком возрасте сидят у телека. Или семечки с соседками на скамейке лузгают. Они торчат на сайтах знакомств. Пишу. Доброго здоровьица, Мария Ксенофонтовна. Вот уж никак не думал, что дамы такого возраста тоже присутствуют на сайте. Для кого каравай испекли? К удивлению, пока наливал вторую кружку чая, пришел ответ. Здравствуй. Все женщины ждут своего мужчину. А зачем здесь ты? Я? Я? Что значит, зачем здесь я? Пишу. Как зачем? Женщину ищу. А зачем тебе женщина? Носки, наверное, устал стирать. Ох, при чем тут? При чем тут носки? Вообще-то у меня стираль машинка есть. Значит, готовить, покушать не умеешь? Нет, не угадали, пишу. Я и сам прекрасно готовлю, не жалуюсь. Тогда зачем тебе женщина? Чай забыл посластить. Посластил. О чем она вообще говорит? Что за глупые допросы? Ну, что значит, зачем мужчине женщина? Пишу, чтобы была. Вообще-то и стирка, и готовка всегда были женскими заботами. У каждого мужчины должна быть женщина. Нет, не нужна тебе женщина. Не бери грех на душу, не порт чужую судьбу. Не поймешь ты почему, но таких как ты, пожалеть надо. И каравай мой не для тебя. Субтитры сделал DimaTorzok